Первая церковь до Константина и после Константина смотрела в еврейскую Библию и решила, что Библию она еврейскую оставит как часть церкви. И слава Богу. Правильно? Но, давайте еще посмотрим. Они смотрели на гражданский закон общества и после времен Константина, особенно 50 лет спустя, когда после того, как христианство стало официальной религией в Риме, Тора начала подвергаться влиянию гражданских законов римского общества. Была римская традиция законодательства и было влияние библейской традиции в гражданском законе. И это стало частью византийского закона, византийского права. Правильно? И это стало частью немецкого закона, немецкого права, извините. И церковь также видела, что Новый Завет говорил нам серьезно относиться к Моисееву закону, чтобы церковь понимала «Десять заповедей» и другое моральное учение Моисея как полезное и центр церковного морального учения. И применение Торы через учение Иешуа, вот это было правильным. Но удивительное то, что церковь, она не восприняла церемониальный закон и отменила его. То есть, вот что они сделали, они его воссоздали заново. Переделали, переделали его. Как они это сделали? Прежде всего, помните, как выглядела церковь? Это были домашние группы, встречающиеся по домам, и в городе был один апостол или епископ. И вот это то, что вы видите сегодня, домашние группы, это наиболее чистая форма первой церкви. Возможно, в Китае это можно увидеть наиболее ярко выражено, церковь домашних групп. И церковь начала меняться из этой формы, она начала изменяться в форму церкви, собирающейся в здании. И старейшины стали священниками, и епископы, они стали главными священниками. Были священники в Моисеево время, вот взяли и новозаветных священников создали. И что же священники делали? Они были официальными приносителями жертв. И что же новозаветный священник делал сейчас? Он приносил новозаветные жертвы. А что является новозаветной жертвой? Это жертва Иешуа. То есть, они постарались создать небесную скинию. То есть, скиния, которую дал нам Моисей, это была копия небесной реальности. То есть, церковь постаралась эту небесную реальность перетащить на землю, воссоздав модель скинии в церкви. И все это является, относится к применению закона. Таким образом, то есть, церковь, она состояла из нескольких частей, был вход. То есть, это называется на латинском языке нортекс. Я не знаю, что это в ортодокском языке. В русском языке это звучит разное, но нортекс. Я знаю это слово. То есть, люди заходили, и они садились. Они наблюдали за священником. И у священника была мебель определенная. Извините, одеяние было, которое... Буквально слово мебель. То есть, там был светильник слева. Минора была. Потом... Ага, там была умывальница для рук. И сейчас эту умывальницу используют для крещения младенцев. Ага, то есть, рукой это на лоб возлагают человеку. Но вот жертва была уже Иешуа. И вот этот стол с хлебами предложения. И также там хлеб предложений был. Вино. И даже в некоторых церквях есть еще ковчег, где хранятся Писания. И священник заходит в комнату, которую никто не видит, называется Святое Святых. И только священник может туда входить. Так же, как первосвященник ходил в Святое Святых. И в этой тайной комнате он посвящал хлеб и вино. в католической церкви это не является отдельной комнатой, но это делается за ширмой, за экраном. Он посвящает части причастия. Они преобразуются. Он их выносит. и он дает им людям, которые приходят к алтарю, и люди принимают причастие. Вау! Кто из вас раньше это понимал? Кто из вас раньше никогда этого не понимал? Вы осознаете, что здесь происходит? Вы применяете по-новому ритуальный закон, и вы ищете воссоздание новозаветного ритуального закона. И это называется не божественная литургия. И в православии она настолько почитается, вот эта литургия в православии, как будто она прямо пришла от Бога. И она связана с Иоанном Златоустом. И священник проповедует. Но что произошло? Домашние группы были просто померли. Померли. Не было плохим создавать вот такую форму собрания в зданиях. Было неправильно сделать ее центральной. Центр должен был происходить на домашней группе. А это должно быть, то, что происходило в здании, должно было быть как шоу, как театр. Литургия, она она прекрасна, она полна истины. Она говорит о жертве Иешуа. Что? О святости Бога. Это ритуальное применение закона. Вы сегодня можете обнаружить это в англиканской церкви, в католической церкви. Pardon? То есть, у католиков уже нет святого святых, у них есть экран. То есть, они убрали ширму. Yes. Также необходимо знать, что католики сейчас дают причастие и вино, и обладки. То есть, хлеб. Но традиционно считалось у католиков, что вино уж слишком свято, поэтому вино пили только священники, а хлеб ели прихожане. Но все это связано с попытками церкви пытаться применять Тору. Это было намерением, попытками церкви практиковать Тору. Вы это видите? Вопросы есть? Протестантские церкви, баптисты, пятидесятники, пресвятыриане, свободная церковь, методисты. Без разницы какие. Все протестанты более-менее сохранили вот эту модель литургии. И они более-менее делают ритуалы. Лютеране много делают, а реформированные делают меньше, а баптисты еще меньше. Но у них все равно еще есть алтарь. Они посвящают хлеб и вино на столе. Люди сидят на скамейках. Всякая церковь, которая свое основное служение делает по такой модели в здании, называется постконстантиновской церковью. Когда церкви было позволено строить здание. И есть люди, которые верят, что ответом для церкви является, чтобы мы больше не строили никаких святилищ. Я лично в это не верю. Я считаю, что это слишком уж категорично. Мое мнение, нам нужно восстановить домашние группы как основное служение, а во вторую очередь вот то, что связано с храмом. Может быть, может быть, я ошибаюсь. Что-то в людях есть, что такое, что когда есть вот такое служение в большом здании, то они не делают того, что связано с домашними группами. Надеюсь, я ошибаюсь. Посмотрим. То есть в человеческом существе есть страсть к тому, чтобы что-то к ритуалам, к каким-то ритуалам, традициям, им нужно собираться с хорами, с, не знаю, но я думаю, где-то раз в месяц можно было бы собираться вот таким образом. Все ли… Вы следите за моей мыслью, неудивительно ли это? Это потрясающе. Я весьма удивлен. Я продолжаю удивляться, когда я это вижу. Конечно же, в католической православной церкви они верят, что они вводимы Духом Святым, делая все это, что Дух Святой повел их воссоздать храм. Но в определенном смысле это очень еврейское с точки зрения ветхозаветного храма. но эта точка зрения может быть недостаточно хорошо связана с жизнью тела Христова. Итак, когда пришли реформаторы, они хотели реформировать церковь. И одним из главных вопросов реформации было отношение к Торе. Я об этом очень коротко упомяну. Лютер видел все тексты, связанные через спасение по вере. Хидинси. А, он видел, что мы спасаемся не через соблюдение закона, но просто через веру, через благодать и через веру. Вот, значит, это было знаменитое высказывание Лютера «Сола фидес», только вера, уверенность. «Сола скриптура», только Писание, только Писание, только вера, только Писание. Это знаменитое высказывание, что церковное учение, оно приносит нам мудрость, но оно все должно проверяться через Писание. Хорошо? Итак, но когда Лютер, он смотрел вот в эти утверждения, веры, они его привели в что? Протесты. Он был амбивалент, амбивалент. Ага, он был амбивалент в что? В то есть, у Лютера Лютера было такое двойственное отношение к Торе. Было время, когда Лютер, он очень резко высказывался против Торы. И он говорил, однажды сказал так, что «люби Бога и делай, что хочешь». И когда Лютер написал свой катехизис, он туда включил десять заповедей, и он учил всех им послушаться. когда Лютер, то есть, был вопрос продолжения Моисея и Нового Завета, Моисеева Тора, и была небольшая область, которую Лютер перетащил в Новый Завет. И... Да, и... рекомендовал для Новозаветной жизни. Но он не был в этом последователен. Лютер написал девяносто шесть томов. Девяносто шесть. Я представить не могу, как это он умудрился. У него не было компьютера. Кто проверял грамматику? Но, как я уже сказал, Лютер не был последовательным. вот последовательным реформатором был Джон Кальвин. Жан? Он был Жан Кальвин. И Кальвин намного больше включил из Торы в свое учение. Кальвин посмотрел на католическую церковь, и он назвал католиков иудействующими, что смешно, впрочем. Потому что они делали все это связанное с ритуалами, храмовыми ритуалами. Но Кальвинистская церковь, она делала ударение на проповедь. Матч... Лютер, он сохранил больше католической литургии. Но Кальвин у него продолжал оставаться алтарь, и по-прежнему причастие оно готовилось для людей, которые сидели на скамейках. Но литургия была очень короткая. Они произносили апостольский символ веры, никейский символ веры. Они пели «Глория». то есть они пели гимны Богу. Это включало в себя несколько вещей. Но Кальвин очень основательно учил из Торы. Очень основательно. И вы знаете, до самого XX века была самой крупной в мире церковь римско-католическая. Вторая по величине была православная. Третья по величине — лютеранская. И четвертая по величине была кальвинистская. И реформированная, и пресвитерианская. И пятой по величине была англиканская церковь. Это было до XX века. А какова статистика сегодня? Самая крупная церковь — римско-католическая. И вторая по величине — пятидесятническо-харизматическая. Какая перемена значительная. Вы знали это? They didn't know. Это потрясающая перемена. Революционная. Кальвин учил, что мы находимся в Новом Завете, но Новый Завет он сохранил учение Моисея. Во 2 Тимофея 3 главе 16 стихе написано, что все писания богодухновенны и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Во 2 Тимофея 3 главы 16 стихи. Что? Во 2 Тимофея 3 главы 16 стихи. Это был Кальвин's famous magna opus, his big book. А, извините, значит, второй том Института христианской религии в 7 главе. Это книга Кальвина. Институт христианской религии в том 2, глава 7. Он там заявляет, Кальвин. Некоторые говорят, что с приходом Нового Завета закон и все его заповеди для христиан больше не имеют ценности. И что же мы скажем на это? Выбросьте эту плохую мысль из ваших умов. То есть у него было очень серьезное отношение или уважение к закону. Пресвитерианское реформированное христианство уважает закон очень высоко чем все остальные протестанты. Но Кальвин сделал 3 различия в законе. Гражданский закон. Моральный закон. Гражданский закон Моисея. Ведет к правительству, государству и обществу. То есть он говорит народам, как им организовать свою систему законодательства. Украине, России, Венгрии, Франции. Все должны посмотреть Библию и строить свои законы, базируясь на Библии. Второй аморальный закон, как 10 заповедей, или люби твоего ближнего. Моральный закон Ему лучше всего преподнес Ешуа, но он не учил всему. И когда мы принимаем моральный закон Моисея, он все еще по-прежнему действует. Но церемониальный закон полезен для научения, но это относится к храму, и мы его больше не соблюдаем. Итак, Кальвин избрал еврейский календарь, как часть церемониального закона. И до Кальвина в церкви в целом христианский календарь, он вытеснил еврейский календарь. То есть христианский календарь, он праздновал жизнь Мессии на протяжении всего года, отмечал, видно, различные моменты из жизни Мессии. Но иногда христианский календарь, он праздновал те же дни, которые отмечены в Библии. В двух местах. Воскресение. Воскресение — это обычно в тот же день, когда происходит еврейский праздник первых плодов во время Песоха. И во-вторых, праздник Пятидесятницы — это тот же день, что праздник Шавуот. То есть праздник Пятидесятницы совпадает с Шавуотом еврейским. Иногда эти даты не совпадают, потому что христиане следуют за солнечным календарем, а евреи пользуются лунным календарем, который они корректируют раз в несколько лет. И церковь также учила, что воскресенье — это день Господень, который замещает шаббат, субботу. Но римские католики уже так не учат. Воскресенье — день празднования воскресения, потому что он воскрес первый день. Но суббота по-прежнему является шаббатом. И вот Кальвин говорит, что у закона было три цели. Говоря о церемониальном законе, Кальвин, он сохранил поклонение Богу в воскресенье, как день воскресения. Они иногда праздновали Пятидесятницу, но они не знали, что же делать с Рождеством. То есть некоторые кальвинисты его праздновали, а некоторые нет. Интересно, не правда ли? Значит, было три применения закона. Первый у Кальвина. То есть закон, он дает нам познание греха. То есть познание греха было необходимо, чтобы мы могли покаяться и принять искупление Яшуа. То есть это было первое применение закона Кальвином. Кальвинист применения, второе применение закона Кальвином. Оно вело нас к гражданскому закону. И третье применение закона. И это было средство обучения Духом Святым. Кальвин взял это из 2 Тимофея 3 главы, где написано, что закон, он нас наставляет в праведности. Но не собственными усилиями. Но в зависимости, будучи зависимыми от Святого Духа, Дух Святой движет нами, как говорил Иеремия, к закону Божьему. Я думаю, что Кальвин у Кальвина было много истины. Но упустить церемониальную сторону было слишком легко. даже если церемониальный закон, относящийся к праздникам и к праздникам в Израиле, он по-прежнему продолжается, но продолжается по-новозаветному. Но это теология очень такая настроенная за Тору, положительная в отношении Торы. Вы все это понимаете? Итак. Кальвин, он очень был таким... Ясно писал. Если вы бы могли считать по-французски или английски, или перевод Кальвина на русский, он настолько ясно писал, настолько последовательно, что он повлиял на все остальные протестантские движения. Вплоть до пятидесятнического движения. Пятидесятники, они были такие безумные, что их это не сильно беспокоило, писание Кальвина. Падом? Кальвин, он даже повлиял на лютеран. То есть лютеране позднее исправили свою теологию, и она стала ближе к восприятию закона Кальвином. Они повлияли на методистов. Есть кальвинистские баптисты. И стало очень-очень ясно в утверждениях Чарльза Финнея. Чарльз Финней был пресвятырианином, который затем сменил свою теологию на методистскую. Кто слышал о Чарльзе Финнея? Его теология, она стала очень близка к веслианской теологии. И что говорил Финни, то и Весли мог говорить. Приблизительно в 1840 году Финни сказал вот что. Чем отличается Ветхий Завет от Нового? Он сказал вот что. Новый Завет дал нам способность делать то, что требовал от нас Ветхий Завет, но не давал нам силы делать это. Новый Завет, он дал нам способность делать то, что требовал Ветхий, но Ветхий Завет не давал нам силы делать это. Удивительно. Итак, Новый Завет. Новый Завет дал нам силу делать то, что от нас требовал Ветхий Завет, но Ветхий Завет, требуя силы, нам не давал это делать. Вот Новый Завет пришел и дал нам силу исполнять то, что Ветхий Завет требовал. Не прелюбодействовать, не красть и прочее. Эту силу мы получили благодаря Духу Святому в Новом Завете. Вы можете это прочитать в это утверждение в книге Чарльза Финнея «Лекции о пробуждении». Вот римские католики. Так, римские католики. Православные. Да, то есть у них есть большое перекрытие между Ветхим и Новым Заветом. То есть очень похоже и у католиков, и у православных. Потом есть лутеране. Слишком большое перекрытие. Так, между Ветхим и Новым. Десять заповедей. В разных традициях разная степень перекрытия Ветхого Завета и Нового. Затем есть кальвинисты, которые даже больше перекрыли. Я не упомянул англикан, которые тоже, у которых тоже есть перекрытие между Новым и Ветхим Заветом. Англиканская церковь сохранила ритуалы католиков. Взяли веру лютеран. Взяли учение о законе Кальвина. То есть англикане, они взяли католики, лютеране и реформанты одновременно. Удивительно, не правда ли? Но спор между англиканской и кальвинистской церквями через 60 лет после Кальвина было в Англии движение, называвшееся движением Пуритан. Кто из вас помнит Пуритан? Пуритане, они основали северо-западную часть Соединенных Штатов. То есть они были по обе стороны Атлантического океана. И они учили, что гражданские законы общества должны точно соответствовать законам Моисея. Потому что если человек ведьма, нужно побить камнями и сжечь. Или если человек совершает прелюбодеяние, то тебе нужно его подвергнуть наказанию. То есть Пуритане призывали буквальному следованию закона Моисея в гражданском смысле. Общество такое, наверное, должно было быть довольно тяжелым. Но было единственное место в мире, где общество было единственное место в мире, где общество следовало гражданскому закону Моисея. Значит, Пуритане в Новой Англии следовали буквально закону Моисея с 1625 года на протяжении примерно 70 лет. Что бы вы ни подумали, но тогда почти не было преступности, почти не было преступности, люди были счастливы, преуспевали, создавали прекрасные стихи Пуритане тогда. То есть это интересно. Но англикане сказали, мы не соблюдаем буквально закон Моисея, ну, в гражданском смысле, но мы думаем о принципах закона, и мы видим принципы, которые там заложены, и мы их применяем, но более милостиво, в соответствии с новозаветным законам. В этом был спор. Итак, в 1840 году, ой, извините, в 1840 году появился человек, которого звали Джон Нельсон Дарби, который развил новую теологию. Она имела огромное влияние на восточное евангельское христианство. Извините, на западное евангелическое христианство. То есть, это было такое очень существенное отступление от исторической протестантской теологии, извините, христианской теологии. То есть, у Дарби у него уже больше не было, не перекрещивалось Ветхий Завет с Новым. Падом? Я упомянул Дарби, потому что русские евангелические христиане, они пятидесятнические, евангелические, подвержены очень большому влиянию его учению. Вот поэтому я вас и учу этому. русские пятидесятники этого не знают, но миссионеры, которые привезли им христианство, те, кто продолжают с того времени преподавать, они подвержены большому влиянию этой теологии. Вот история Дарби. Дарби был англиканским священником. И он посмотрел на англиканскую церковь. И он увидел, что духовный огонь людей там был очень на низком уровне. Его это очень обеспокоило. Он начал думать размышлять, изучать. И он выдвинул потрясающую идею, в которой он был полностью уверен. Причина, по которой англичанская церковь сдохла, потому что она не понимает. она ничего не понимает о благодати. Для Дарби спасение по вере означало что ничто в человеке не было необходимости внутренней, чтобы быть спасенным. не изменяя поведение. Для Дарби человек мог быть спасенным, не изменяя поведение. можно было быть спасенным и продолжать жить в грехе. Потому что спасение было по благодати, и если это было по благодати, не нужны были дела ни до того, как ты уверовал, ни после того. Для спасения нужно было только одно принять и верить, что Иисус умер за твои грехи. изнот. Покаяние не нужно. Оставлять грех было необязательно. Ходить в церковь было необязательно. Крещение в воде не было обязательным. Всего лишь было достаточно верить, что Иисус умер за твои грехи. И исповедовать, что Он твой спаситель за грех. Почему Дарби в это верил? Потому что у него не было понятия о благодати. Он не понимал, что благодать это не заслуженное благоволение. Он верил, что благодать это незаслуженное благоволение. Что так и есть. Но это больше, чем так. Благодать это также преобразующая сила. невозможно благодать Божью получить прощение без изменяющей силы. В дополнение, Дарби сказал, что весь Моисеев закон не является, мы не обязаны его больше исполнять. Все, никакая часть Моисеева закона нам не является обязательной. И мы не обязаны учения Иисуса исполнять, потому что его заповеди часть закона. И были даны до его смерти. То есть до его смерти и воскресения это нужно было соблюдать. А вот учение Павла, оно уже было после его смерти. Дид? Хотел ли Дарби, чтобы люди жили в грехе? Нет, не хотел. И как же Дарби думал, что его теология оживит церковь? Вот что он думал. Если человек понимает, что он будет продолжать грешить и все же будет спасен, они будут стараться правильно ходить перед Богом. Но они будут настолько благодарны за незаслуженное спасение, что большинство людей не ответят на второе приглашение. приглашение посвятить свою жизнь Иисусу. Жить хорошей жизнью, быть исполненными. Вам необходимо посвятить свою жизнь Иисусу для этого. Но чтобы быть спасенным, вам нет нужды посвящать жизнь. Вы можете принять Иисуса как Спасителя, но не принять Его как Господа. Для Дарби, вот когда люди это понимали, должно было быть две группы спасенных людей, благодарные и посвященные и неблагодарные. но понимающие, что им ничего не нужно делать, только верить, и они поставят церковь. То есть церковь, она будет только из посвященных. Потому что те, кто понимают эту доктрину и не захотят посвятить свою жизнь Богу, они уйдут и будут останутся только благодарные посвященные христиане. И они же будут уже жить по учению Павла, что главное руководство для посвященных христиан. Итак, Дарби верил в то, что у евреев есть будущее, потому что они люди закона. А христиане люди благодати. И когда человек становится христианином, он больше не еврей или не еврей, но он христианин. В дополнение, Евангелие, которое мы проповедуем, оно должно быть не Евангелием Царства. Это послание евреям в тысячелетнее Царство. Мы проповедуем Евангелие благодати. Дарби видел два Евангелия в Писании, которые проповедовал Иисус и которые проповедовал Павел. Два разных Евангелия. Евангелия. из-за влияния Дарби евангелические христиане, которые имели свои собрания, они приглашали людей принять Иисуса, но не так, как предыдущие евангелисты. они не призывали их к покаянию. И когда человек выходил принять Иисуса, они ему советовали верить, что он спасен. И благодаря этому появилась такая практика говорит, что люди спасаются на собрании. Евангелисты сегодня говорят, на моем собрании спаслось 50 человек. 100 человек спаслось на собрании. 200 человек спаслось на собрании. До Дарби никто такого не говорил. Люди говорили. Люди исповедовали веру, но мы не знали, имели ли они это в виду или нет на самом деле. И со временем, если они приносили уже плоды, можно было знать, что они действительно приняли спасение. Они выходили вперед, молились молитвой, но это не означало истинное обращение. До Дарби люди никогда не говорили такого, что человек спасся на собрании. чтобы такое говорить, нужно было иметь потрясающую хуцпу. Откуда вы знаете, спасся человек или не спасся? А Дарби знал, потому что не нужны были какие-то перемены. Мы очень близко дружим с Джонатаном и с Бернисом и Роном Кентером. И они являются евангелистами. Джонатан также апостол. И он иногда говорит, «Столько людей спаслось на служении, а потом он смотрит на меня и говорит, ну, в смысле, они исповедовали свою веру. Когда я присутствую в комнате, вы при мне такого говорить не можете». И что же происходит? когда эта теология, она еретическая, и по стандартам исторической церкви, которая называется антиномические, которая была осуждена церковными соборами, эта теология, наоборот, стала очень популярной. Падм? И в начале 20 века была Библия написана, в которой были примечания, которые обучали нас теологии, которые обучали нас этой теологии. И издатель этой Библии был Скофилд. И эта теология стала наиболее популярной в библейских школах, в христианских колледжах, и большинстве миссионеров, которые были обучены в 20 веке. Саша, переведи, пожалуйста, Байя Кидола. Это большая проблема. Все поняли? Да. Итак, теперь еще начнем после субботы. Итак, здесь есть церкви, и вот Дарби. И вот мессианские евреи появились. А у них тут уже вот видите сами ветхие с Новым Заветом пересеклись весьма. У нас есть большое продолжение исторической христианской теологии. почему? Потому что если бы все церкви собрались и продолжили все свое учение, то нам бы это все было ближе. вот здесь мы верим в Израиль, его будущее, возвращение в землю. Мы верим, что евреи должны свой календарь отмечать, и что это не отмененный ритуальный закон. Мы верим в гражданский закон, моральный закон. То есть у мессианского иудаизма есть как бы большая преемственность. Но вот у нас есть еще вот это продолжение. Это Новый Завет. Да, Новый Завет. Мы не находимся в Завете Моисеева Закона. В дополнение, в дополнение, мы не приносим храмовые жертвы. Мы верим, что Моисеев Закон это закон благодати, но мы верим, что Новый Завет настолько славнее, настолько славнее, что Моисеев Завет по сравнению с ним выглядит, как будто там вообще славы не было. Это во Вторых Коринфинах написано. То есть вот такова картина мессианского иудаизма. И мы об этом ведем диалог со всеми церквями. Но знаете что? Пад наибольшее согласие, которое мы нашли с этой теологией в некоторых харизматических кругах. Как Роберт Хайдлер. Учил ли он здесь когда-нибудь, Роберт Хайдлер? Он в Далласе видит тоже Олан Гриффинг, Дон Финто. Но другие, кто это видит, наиболее люди, которые говорят «Мы с тобой согласны», это библейское. Это лидеры Римско-католической церкви. Этого я не понимаю. Это удивительно. современные лидеры в Ватикане понимают это и соглашаются. Падон? Я им свои работы подарил. Они согласились. То есть вопрос такой, как человек должен жить, чтобы можно было быть уверенным, что он спасен? Нет. So, let's suppose a person has come to a Christian meeting, has heard the Gospel, has accepted Jesus and repented. Думаем, что он это сделал. And he died the next moment. So, did he go to the Lord? Yes. 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 You don't have to bring forth fruit, to be saved, to be saved, if you don't have time, if you don't have time, but if you can, if the transformation has taken place, and you don't die right away, and you don't die right away, you will bring forth fruit, so you will will bring forth fruit. And the person who repented in the meeting, we have to get into the car accident on the way home, we have to get into the car accident on the way home, of God, and you really accepted Yeshua as Lord. And if you did, if you did, Calvin said, that it's an absolute certainty that you will bring forth good fruit. Some good fruit has to be some change. It has to be some change. Okay? Okay? Yes. Если в течение уже времени, ну, долгого времени нету плодов, можно считать человека неспасенным? So, if there are no fruits in someone's life during a period of time, can we consider such a person as not saved? I think that the traditional way of looking at such a person is we can have no assurance that they're saved, and they can have no assurance that they're saved. And that we need to present the opportunity of repentance to them. And we should give them возможность покаяния. Is it possible that something happened to them inside, and they're saved, but it didn't come forth? Maybe there's a rare possibility, возможно ли, что произошло что-то внутри них, и они спасены, но это не проявляется? Да, есть такая маленькая возможность. Но в историческом христианстве таких людей не считают спасенными. Я имею в виду историческом протестантском христианстве. Что должно произойти в жизни покаявшегося человека, какими должны быть плоды покаяния? Could you emphasize what are the fruits that should be seen in the life of a person who really repented? A person who really repented? A person who really repented? A person who has a desire for the word of God? A person who wants to grow in closeness to Yeshua? A person who wants to grow in closeness to Yeshua? A person who starts to treat others differently? A person who starts to bring forth the fruit of the Spirit? A person who starts to bring forth the fruit of the Spirit? So with regards to love, joy, peace, long suffering, fullness, kindness, self-control, говоря о любви, мере, долготерпении, самообладании, эти характеристики должны возрастать. A person wants to bring others to the knowledge of Yeshua as well. who wants to bring others to the knowledge of Yeshua as well. There is obedience to the Torah. Спасибо. Вопрос. Значит, когда нееврей становится евреем в синагоге, он прозелит. Когда мы приходим к Yeshua, из всего вашего, значит, я понимаю, что мы принимаем еврейство по мотивации сердца. Тогда это будет правильно перед Ишу, исполняя традиции или не исполняя их, но по мотивации сердца. И второе, вот здесь возвращение евреев в Израиль. Обязательно в вашей трактовке, как это практически может выглядеть на сегодня. The proselytes, when they accept Judaism, can we draw a parallel with us as Jews who accepted Jesus по мотивации сердца under the motivation of their heart and not keeping all the Jewish traditions. Во-первых, уровень традиции, который соблюдает человек, это нечто, что вам нужно выработать совместно со Святым Духом. очень важно, чтобы никто не концентрировался в первую очередь на том, как соблюдать традиции иудаизма и на изучение иудаизма. Нашим основным фокусом, центром должно быть поклонение, близость к Иешуа, сила Святого Духа, должно быть первым номером. И второе, изучая Библию с того времени, чтобы быть привязанными к Израилю и к образу жизни, который связывает нас с нашей историей. Праздники, Шаббат, Иврит. Но если у меня во дне есть только определенное количество времени, то я свое время должен посвятить адекватному изучению Иешуа и затем добавить к этому Моисея. Третье, из-за того, что мы являемся частью народа, а Библия говорит, почитай твоего отца и мать, они должны почитать своих отцов и матерей. Это значит, что мы должны почитать свое происхождение, своих предков. и это значит, что наше сердце должно почитать то, что считается добрым еврейской традиции, то, что прекрасно, то, что в согласии с Библией, и прощать наших предков за то, что есть плохого в еврейской традиции. А в еврейской традиции есть и то, и другое. есть предрассудки и есть плохие вещи. Есть легализм, законничество. Но настолько, насколько Бог дает мне время, тогда я хочу расти в том, что хорошее и быть ведомым Святым Духом. и вовлекаться в еврейскую традицию. Но это вопрос приоритетов. Общение с Ишуа, связь с Моисеем, присоединение к традициям в этом порядке. и если у вас очень ограниченное время, тогда вы будете ограничены тем, что вы можете делать в других областях. Но вы учитесь на протяжении лет, и со временем вы растете. Это не занимает много времени и энергии, чтобы выучить благословение для зажжения шаббатных свечей. Но больше времени занимает то, чтобы узнать, как построить суку. И больше времени занимает, чтобы научиться читать и говорить на иврите.